Консиллер с естественным полуматовым эффектом. У меня к нему было очень много вопросов. Монтажной Марине хоть веселее будет этой музыкой. Здравствуйте. Сегодня дестируем косметику Сергея Наумова. Хочу предупредить, что это была пиар-рассылка, однако если вдруг впервые, то пиар-рассылка это значит, что я благодарна бренду. Однако не значит, что я буду его хвалить. Вот такая вечеринка! Я сегодня не могу разговаривать, вот такая пришла. Коробушка у меня замечательная. Меня смутило, что у меня была немножко вскрыта вот эта вот наклейка, однако ладно, вроде бы все на месте. Мне очень нравится оформление у бренда, и как я знаю, данный бренд, тракторист тоже знает. Мне очень нравится оформление у бренда, все в таких красивых серых упаковках, но не совсем все, я вам покажу и другого цвета на коробушке. Однако, меня смутило, что нет никакой наклейки, да никакой защитки, однако у люксовых брендов у них тоже нет никакой защиты от вскрытия. Поэтому все окей. Как я знаю, ребята, бренд был основан в 12-м году, но я не уверена, поэтому давайте уже тестировать косметоз. Мне пришел вот такой спонж в коробушке, называется мышка. Маус! Вот так он выглядит. Я его тестировала один раз и берегла, потому что я не помню. Мне он понравился. Он на моей памяти не очень много тона ест, но сегодня давайте проверим это с тоном от Живанши. Идите ко мне поближе. Я не знала, какой тон. Не темно. О, заебись. Блин, ребят, что с волосами делать? Хоть заново стриги, боже мой. Я не знала, какой тон принести, поэтому приволокла же Ванши Призма Либра. У меня оттенок 3N250. Это вроде бы крайняя новинка уже Ванши. У нас сегодня очень жарко, 24 градуса, ребят мои хорошие. Я хотела взять тон от Шик, но они его перевыпустили. Смысл показывать вам старую версию и б***ь волосы. Я хотела взять тон от Шик, но его перевыпустили. Смысл показывать вам старую версию как бы нет. Надо же тон в мой цвет. Надеюсь, он не окислится. Вот, я заказала новую версию тона Шик, который вот этот Liquid Foundation. Надеюсь, что они просто переделали оформление. Ну да, спонж вообще тон практически не ест. Прям удивительно. Окей. Он удобный, у него очень интересная форма. Он такой какой-то не совсем круглый, а больше как вытянутый. Я таких спонжей ни разу не видела. Я очень долго тестировала этот косметос, оно мне пришло где-то в конце мая, что ли. Да, вроде в конце мая или в начале июня. И я долго тестировала. Не знаю, к чему я так говорю. Но я не могу на пиар сразу же, блин, выпускать. Мне надо было потестировать, так поэтому. Кстати, я видела, что на официальном сайте бесплатная доставка вроде бы при любой сумме. То есть, можете один блеск заказать и доставка будет бесплатная. Не знаю, все еще это действует или нет. Спонж, ребята, вообще превосходный. Мне он очень понравился. Что еще могу сказать? Нормальный спонж. Спонж как спонж. Переходим к консилеру. Консилер идет уже в красной коробушке. У меня этот оттенок, походу, X28. Я не знаю. Да, бежевый. SPF 15. Ну, думаю, вы понимаете, что да, SPF в косметике. Это, ну, такое себе. Я имею в виду, под макияж все равно надо наносить отдельно крем с SPF. Консилер с естественным полуматовым эффектом. У меня к нему было очень много вопросов. Все на английском. Состав полностью указан. Прекрасно. Нонесите на чистую кожу вокруг глаз или на несовершенство, требующая коррекция. Хорошо? А сколько тут миллилитров? Три с половиной грамма. Ну, не так-то и много. Блин, никак снимать не дадут. Что за обзор-то такой у нас, а сегодня? Съемочный день, блядь. Я вам рассказывала про консилер. Меня опять отвлекли, ребята. Я уже его здесь нанесла, а здесь его нет. Он достаточно легкий. Я взяла такой лайфхак очень давно. Типа, если ваш консилер очень легкий, нанесите и подождите, чтобы он подсох. Но зачем? Если можно сразу купить более плотный. Лично я этого не понимаю. Однако, ну, давайте чуть-чуть подождем, что ли. Хотя смысл, я вот вчера, когда его тестировала, подождала, и да, он действительно стал плотнее. Ой, что у меня здесь? А так, да что ж такое? А так, по факту, он очень такой полупрозрачный, легкий консилер. Я бы сказала, что он подойдет для возрастной кожи. Потому что он не сушит, ну и, собственно, не такой уж он и стойкий. Хотя вчера он продержался у меня достаточно хорошо. Как-то странно нанесла консилер. Ну, ладно. Что хочу сказать? Я сияю, как жаленый блин. Спасибо огромное, звенцы. Но мне прислали двое румя. Вот таких. Я когда открыла, я подумала, ну, что, разве это румяна? Хотя, ну, может быть и румяна. Я использовала это как контур. Называется он Under Control. Тоже пришло в таких замечательных коробушках. Очень приятно. 100% без задушек. Не содержит парабенов. Не тестировалось на животных. Меня это очень радует. И отдельная благодарность за то, что здесь есть оттенки. А то, вы знаете, некоторые бренды любят оттенки не указывать. 5 мл. А что в консилере так мало? Ну, ладно. Давайте начнем с этих румяшек. Ну, как румяшек, да? Я как контур нанесу, потому что, ну, какие-то румяна. Для меня это, ну, контур жидкий. Для меня это жидкий контур. Мне она очень понравилась, эта штука. С этой стороны кистью тогда попробую его растушевать. Что у меня тут все за крошки сегодня какие-то противные? Так как тон у меня не самофиксирующийся, но, понятное дело, что все очень даже неплохо растушуется. Я бы не сказала, что контур он... Я бы не сказала, что эти румяна, ну, давайте буду контур называть, что они супер холодные, но на мне нейтральными смотрятся. Во всяком случае, в маленьком окошечке. Не такое уж оно и рыжее. А с этой стороны, ну, вот, спонжем пройдусь. Тушуется хорошо даже на Яшиландай. Немножко краснит, но мне нравится. Я буду пользоваться эту штуку как контур. Очень приятная вещь. Краснит, наверное, еще и потому, что Живанши такого оттенка интересного, да, у нас. Так, теперь румяна, собственно. Я румяна не люблю. Это у меня оттенок Keep on Loving. Окей. Я все еще люблю этого тракториста. Я не понимаю, почему они ездят у меня и зимой, и летом одним цветом. Мне еще очень, кстати, нравится... Ну, побольше нанесу. Ладно уж, что мне терять, ничего. Мне очень нравятся упаковки. Ничем не пахнет, реально. Румяшки я не тестировала, но потому что... Поймите меня правильно, да, я румяшки не очень люблю. Это немножко не моя атмосфера. Спонжем растушую тогда, у меня тут есть чистую сторону. Такой барби цвет. У меня подружайка есть, она обожает такие оттенки. Я думаю, их и наслоить можно, но это же жидкий продукт. Мне пока что хватит такого количества румян. Пудры от этого бренда у меня нет, поэтому я принесла свою любимую сияющую пудру от Chic. Но так как я сияю и без пудры, я возьму ту пудру, что у меня в Project Pen, и это рад. Я ее терпеть ненавижу, пытаюсь полюбить, но у меня не получается, потому что это упаковка картонная. Но это просто неприятно. Зеркала нет, она стоила, кстати, не так-то уж и дешево. Какой у меня оттенок, кстати? 0,01 Transparent. Ну, матирует она так-то хорошо. Но я не пойму, что она мне не нравится. Видимо, из-за оформления. Ну, потому что это несерьезно как-то. Но у кого есть эта пудра, ребят, скажите, пожалуйста, как она вам? Она, ну, не дешевая, рублей 700 стоит. И в ней граммов мало. Я ей, кстати, пользуюсь активно, наверное, с неделю. Ну, так, через день, потому что мне тестировать все-таки вещи надо. В ней 7,5 граммов, и она у меня уже достаточно неплохо подстерлась. Я после обзора ей не пользовалась, потому что мне не понравилось. Наконец-то я себя заматировала, а то сидела как вообще политый маслом жареный гусь. Завтра, кстати, Курбан Байрам. Всех с наступающим. Ну, завтра, это 28 июня. Всех, кто празднует, ребята, с наступающим, мои хорошие. Ну, с прошедшим уже. Sorry, not sorry. Так, у меня есть две подводки. Очень приятно. Я думала, что у меня одна, оказывается, две. Мне надо сделать брови. А, подождите, пудру-то я зачем принесла? От Шик Сияющий у меня в оттенке Medium. Мне она очень нравится. Ну, какая же она превосходная. Я не знаю, зачем ее сравнивали с Hourglass. Наверное, до сих пор сравнивают. Но это у меня есть две. У меня есть два формата пудры от Hourglass. И ни одна на эту не похожа. Это сама по себе хорошая пудра. Такое сияние легкое придает. Хотя, зачем у меня тон сиянием? Трачу пудру назря. Молодец. Ну, мне очень нравится. Когда хочется такое сияние себе придать. Она придает не сияние, а, ребята, лоск. Но из-за того, что у меня тон сегодня сияние, это не сильно заметно. Ну, сияние от пудры. Так, надо найти какой-нибудь отражатель хейтеров. А я вообще без понятия, какой взять. Также надо сделать брови, отконтурироваться и вернуться к вам. Готово. Бронзер у меня сегодня от L'Oreal. Ребята, все еще. Надеемся и ждем. Потому что новый тон пришел, а бронзера до сих пор нет. Контур Романова Мейкопа. Я специально бронзер сюда не наносила, но какая же это нестойкая штука. Так как Сергей Номов это российский бренд, я поэтому вот шик взяла, да, Романову приволокла. Оттенок у меня не знаю какой, не написано. 7 граммов. 7 граммов, ну ладно, ничего страшного. Что, отражатель хейтеров я пока не взяла, потому что не знаю, что будет на глазах. Поэтому давайте потом с отражателем это повременим пока что. Однако у меня есть два блеска. Коробочки просто вообще шик. Оттенок лиловый и бежевый. Я тестировала бежевый. Что могу сказать? Я блески вообще не очень люблю. Made in Dance side effect. Made in Dance это бежевый side effect. Это как раз таки лиловый. 4 миллилитра в каждом блеске. Окей, прекрасно. Составы есть все. Скажу, вот этот, вот этот лиловый я не тестировала. Но бежевый, ребята, он уходит, как будто впитывается, но не оставляет белую полоску и губи их увлажняет. Мне он очень понравился. Пока что... А, сводчи, блин, я сводчи не сделала. Ну ладно, дайте лиловый за сводчу. Я его не открыла. Ничем не пахнет. О, симпатично. Ну-ка, второй слой. Может, его потом возьму. Но я такие блески любила раньше. Лет в это, в 15. У меня были от Гурмандис. Ну, потому что что? Какой еще блеск? Они стоили 50 рублей. Мне так нравились. Их выдавливать надо было. Я наносила много-много. До 18 лет пользовалась, если не до 19. Мне очень нравились. Но вот этот тоже хороший. Они такие... Они полупрозрачные и достаточно, кстати, плотные. Формула на что похожа? Вот не знаю. Сегодня вот этот возьму. Ну, пока что давайте это посмотрим, сделать ли полоску. У них не совсем крупные блестяшки. То есть, они делают как такой глянец. Не знаю, что с волосами делать. Ну, серьезно. Сейчас такая длина критическая. Или иди обрезай, или мучайся. Поярочи чуть-чуть сделаю. Не, ну я сегодня отконтурировалась прям вообще, да? А, гель для бровей у меня от Стеллари. Я обожаю его. Просто обожаю. Ну, я знаю, что много кто не любит. Почему? Не знаю. Так, все, спрятали мы мою кочку. Что-то вот меня очень сильно напрягает. Так, ага. Гондурник неравномерен. Ладно. Так, румяшки. Ну, я... Румяшки на месте, но я немножко нанесла. Потому что, вы знаете, что я румяшки вообще как-то не очень люблю. Оно... Давайте блеск, да? Блеск. Я вообще сегодня такая на чиле, на расслабоне. Опять видос будет длиться целый час. Я бы хотела взять карандаш... Блин, у нас российские бренды. Чего взять-то? Опять шик Верона, что ли? Такой у меня малыш остался. Шик Верона тогда возьму. Прекрасные карандаши. Он сухой стал какой-то. Это нехорошо. Может, у меня старый? Я тут недавно смотрела в оковки свои. Чего за тупая привычка красить губи и говорить? Ну, ладно. Я недавно смотрела свои оковки на Валверис. И поняла, что некоторым вещам в моей коллекции ой, как много лет. Минимум два. Это не очень хорошо. Так, ладно уже. Все, накрасили. Видите, он такой, но, можно сказать, бесцветный. Тогда я фиолетовый потом навожу. Единственный минус это то, что мне надо несколько раз залезать, потому что у меня гиалуроновые пельмени. Именно из-за этого это меня напрягает. Но ничего страшного, что два раза залезть. Красивый блеск. Такой вот. Классика. Окей, а время глаз. Вот я нашла у себя второй лайнер. Ребят, я не знаю, что делать. Один черный copy paste называется. А второй серый, зодиак. Я совсем забыла, видимо, что у меня еще и второй был. Как обычно в коробушках, но на моей памяти миллилитров маловато. Поэтому давайте поглядим. Три миллилитра. Ну, нормально. Потому что у меня в Essence тоже, по-моему, три миллилитра, да? Да, тоже три. Много кто жалуется на Essence, что когда вы стрелы рисуете, она потом отваливается. Бывает такое в некоторых партиях, да? У меня тоже такие подводки были. Симпатично. Сзади, о, отлично. Название есть. На упаковке это вообще просто что-то невероятное. Прямо держать приятно. Тут у меня слов нет. Очень приятно. Так, начну с этой. Это что у нас? Copy paste. Я ее тестировала. Она на моей памяти стойкая и очень сильно. Очень сильно напомнила мне Givenchy. Я не говорю, что это то же самое, что Givenchy. Я просто той пользовалась, года три или четыре подряд покупала. Потому что финиш у нее глянцевый. Но в отличие от Givenchy она не откалывается. Ну-ка. Но в отличие от Givenchy она не откалывается. Я проверяла только что, если тут шарик нету. Глянцевый финиш. Но сегодня еще раз, конечно же, протестирую. Еще мне нравится, что тут такая длинная кисть. Кому-то кисти не нравятся. Надо только фетр. А я обожаю подводки с кистью. Так, ну-ка. Серенькая. Ни разу не открывала. Реально серый. Такой графитовый цвет. Наверное, она тоже будет глянцевая, да? У меня сегодня была вообще-то задумка немножко другая. Не под эти подводки. Я вообще забыла, что они у меня есть. Я хотела кое-что другое сделать. Ой, что будем делать? Как выходить из этого положения? Ну, давайте два разных глаза сделать придется. Я хотела два одинаковых, чтобы вы видео долго не смотрели, мои хорошие. Ну, хорошо. Окей, что есть, то есть. Я просто принесла еще фиолетовый карандаш от шик, вот этот. Он мне понравился больше, чем вот это, это самое. She sells sea shells on the sea shore. Кто не помнит, можете посмотреть. У меня был обзор на шик, по-моему, целых два видео было. Да, ну, придумаю что-нибудь уж. Ладно, ладно, придумаю. А в чем моя проблема? В том, что у меня есть вот такие тени жидкие. Оттенок 27 золотисто-бежевый. Вот снаружи не написано, да, сколько миллилитров. Очень жаль. Срок годности, вообще-то, у него 36 месяцев. То есть, он до декабря. 3 миллилитра, окей. Мне вот не понравилось. Я не знала про то, что срок годности в декабре... Чего? 12-22. 2009. Ну, ладно. В принципе, он был не открытый, но вот, говорю, мне показалось, что у меня посылочка была вскрыта. И как будто некоторые вещи... Ну, ладно. Что хочу сказать? Это неплохой оттенок, да. Я его тестировала, но походу... Ребят, я вот вам покажу, чтобы вы не думали, что я вас обманываю. Вот здесь написано 2019, потом 22. Но, говорю же, я знаю, что если не открыта была... То есть, если у вас тухлые, жидкие какие-то вещи, они будут вонять тухлым носком или же рыбой. Рыбой такой протухшей. Красивый, да, оттенок? Я его тестировала, как вот подстрелу рисовала себе какую-то хрень. Мне не понравилось, как он к концу дня выглядел. Да и сейчас, знаете, как-то он, ну, очень-очень плотный. Подстрелу тестировала, нормально было. Но к концу дня выглядел как гуашь. Мне даже как-то неловко. Окей, праймер вот в такой упаковке уже идет. Вот в белой очень, опять-таки, все красиво в 12.22. Да, подождите. Так у нас тени-то стухли или нет? На подводке написано 03.23. Это дата изготовления, да, ведь? То есть, свежая. 04.23 вижу. 12.22. Но почему-то 2019. Почему-то он 2019, я не поняла. Вырежу я, видимо, этот момент. Праймер очень красивый, симпатичный. Уже не в черной, а в белой упаковке. Ну, ладно, поехали. Праймер мне не понравился. Ровно как и консилер. Что-то немножко не мое. Хотя я праймер тоже тестировала два раза, и то в начале июня. А сегодня что у нас? Ага, да. Я праймер вообще не поняла, сколько, кстати, в нем граммов. 3 мл. Окей. Палетку какую взять я тоже не знала. У меня есть вот это, мой эклер. Поэтому я возьму. Это была перерассылка, мой эклер. Спасибо. Спасибо за рассылочку. Что-то сложное делать не буду. Хоть раз должен быть нюдовый макияж. Возьму серый оттенок. Ну, и сюда тоже серый возьму. Давайте акцент на нижнем веке сделаем. Тень вот эта золотая. Я, ребята, так и не поняла со сроком годности. Видимо, это дата изготовления 12.22. Ну да, свежая. Зря я выделывалась. Это не сатин. По-моему, это именно металлик. Да? А вы на максимуме? Да. Здрасте. Какая-то я сегодня загорелая. Обычно просто сижу, монтирую. Я такая белая. Хотя в шею подхожу. Не знаю. Беру такой темный серый в конце палетки, если вдруг у вас есть. Он чуть-чуть отличается от того, что я брала до этого. Видите, почти незаметно. И, как я и хотела, акцент на нижнем веке, но я боюсь. Однако, волков бояться в лесу не... Ой, вы помните, это не черный цвет, а такой сероватый. О, хорошо. Даже лучше смотрится, кстати, чем черный. Нет, давайте черный возьму на другую кисть. Хороший переход получился. Ну, такое что-то сегодня простенькое, легонькое. Ну и карандаш от Шик. Карандаш от Шик в слизистую возьму. Я хотела им стрелы сегодня нарисовать. Я уже так делала, мне очень понравилось. Просто обычно это делала с Берберем. А у Шик такой оттенок красивый. Он немножко как металлический кок. Металлический кок, ладно, все, хватит. Сейчас Бербери покажу. Бербери в оттенке 04 Pale Grape. Ну, да, Бербери смотрится таким более элегантным. Чуть дороже по мне смотрится, ну, потому что это металлический цвет. Но и с цветом карандаша Шик тоже красиво. Некоторые макияжи у меня смотрелись. Вот Бербери, собака сотулая, стойкий. Я уже не знаю, на что укладываться. Я сейчас тестирую несколько штук для волос. И везде мне придается какой-то ненужный объем. Бахнул, Адреналин Раш. Время стрелы. Я на этом глазу что-нибудь соображу с серой подводкой. Она точно так же наносится, в принципе, как и черная. Я сравнивала эту подводку с Живанши именно по финишу и нанесению. Реально один в один. Но по стойкости Живанши у меня к концу дня подтекала в углах. Вот здесь, потому что у меня глаза рыдают. Данная подводка на моей памяти не подтекала. Но если найду фото, я обязательно прикреплю. Мне она понравилась, я ничего плохого сказать не могу. Такой тут кричок в углу будет. Ой, как мне нравится, ой, как красиво. Прям хорошо вышла, да, такой легкий. Такой простенький макияж. А теперь тушь, которую я хотела бы на самом деле забыть. Тушь с эффектом накладных ресниц. Full Lush Mascara Ultra Black 0423. Сейчас какой год? Я постоянно забыла. 23-й. Да, все верно. Упаковка, как всегда, шикарная. Вот это просто огромный плюс бренду за то, что упаковки у них просто невероятные. Однако, что мне в туши не понравилось, я не помню. Вроде она осыпалась. Я должна была снять видос к концу дня с тестом этого косметуса. Или я путаю с астрой. Ну, астра однозначно осыпалась. С этой что не так? Не помню. А, она ничего практически... Ну, как ничего не делает? Немного ресни мои удлинила. Но мне понравилось... Вспомнила. Мне понравилось, как она на нижних сработала. Прям очень хорошо. Здесь я натыкала себе, конечно же. Сейчас, ребята, наклею ресню. Сделаю что-нибудь на этом глазу. Тоже такое простенькое. И вернусь к вам. Будем обсуждать все, что я сегодня тестировала. Видите, подводка такая немножко глянцевая. А, и другой блеск надену. Но пока посижу с этим. Сейчас вернусь. Что с этим делать-то? Муравью хер приделать. Готово. Я поменяла блеск на лиловый. И он не очень к этому макияжу подходит. Я начинаю выглядеть как-то очень взрослая. А.к. на свой возраст. Ма хорошенькая. Отражатель хейтеров у меня доп. Мне очень нравится. Я брала его на Вайлберис. Оттенок у меня glow. Сколько... Блин. Можно, пожалуйста, громовку писать? Для кого-то это не важно. А для меня, например, важно. Так, что могу сказать? Выгляжу как-то нелепо, да? Вот мне тоже кажется как-то смешно. Однако, ну, макияж нормальный. Что могу сказать по лайнеру? Здесь у меня серый. Думаю, это видно. Он очень похож на герлен, да? Который мой любимый был когда-то. Но по финишу, ребят, он не настолько глянцевый. Вот она у меня подсохла, подводка схватилась. И она не такая глянцевая, как была герлен. Ну да, почти матовая. А там был прям глянцевый финиш. Просто реально по формуле очень похоже. А тот так тянулся, такой вот резиной. Это тоже немножечко тянется. Но, заметьте, не такой глянцевый эффект. Каял Релуи. Артистик Вельвет Каял Контур в оттенке 02. Очень нравится этот карандаш. Я обещала сделать вот чего-то. Этих двух штук я вроде бы не делала, но двух румян. Тут какой-то есть небольшой золотистый шиммер. Но на мне его нет. Ну и хорошо. Видимо из-за блеска, да, я так странно выгляжу. Вообще хорошая штука. Если вы любите коричневый румяна, пожалуйста, если вы ищете контур, он холодит чуть-чуть. Но на мне больше нейтральный. Но самое главное, что он не тёплый. Я его сейчас потушу немножечко. Тушуется вообще в ноль, посмотрите. Он в ноль стушевался. Вообще хорошая вещь. Ну и вот эти румяшки. Это у меня, напоминаю, оттенок Keep Unloving. А это какой был? Ничего не сказала, ребят. Сори, но сори. Under control. Под контролем. Ну там написано, что это румяна. Но реально я бы сказала, что это всё-таки контур. Очень выбеленная штука. На удивление. Такие цвета, как по мне, пастельные, создать очень сложно. Потому что если белого бахнешь больше, чем надо, то всё. Будет трэш. Так, палец чистый, тушую. Хорошая вещь. Подойдёт. Как там нам на Валдберисоци вписали? Блондинкам. Белоснежкам подойдёт. Ну, для меня это такой оттенок немножко... Ну, ребят, понимаете, да? Я, во-первых, румяна не люблю. К тому же я оливка. Сейчас, надеюсь, про оливок наконец-то видео сниму. Так ещё и это. Он очень уж для меня розовый. Тем более, что я большую часть времени загорела. Мне не нравится. Но холодный, опять-таки. Сергей Наумов молодец. Сергей Наумов молодец. Спасибо за холодные цвета. Здесь на глазу я решила сделать так, как делают многие мои знакомые. Я, короче, взяла вот эту жидкую тенюху, нанесла, растушевала немножечко, а потом сверху прошлась матовыми. Это отвратительный способ работы. Я не могу так делать. То есть, наоборот. Я сначала создаю форму, а потом уже металлик наношу. Но мне понравилось, но я бы так больше делать не стала. Потому что из-за этого я форму глаза вообще испоганила. Это очень сложно, ребят. Я не знаю, как вы так делаете. Поплотнее я тут нанесла. Но не в два слоя, а просто побольше теней, чтобы вы посмотрели. Надеюсь, что видно. Я вот так пытаюсь из-за ресниц вам что-то показать. Здесь не так плотно нанесено. Красивый оттенок, но... Ладно, не теплит. Он нейтральный. Я бы предпочла холодное золото. Но это опять-таки я. Какой у меня, кстати, оттенок? 27. 27. А мне уже 28. Я постоянно забываю. Сколько тебе лет, Марина Сергеевна? Такой, 21. 21, а потом 20. Даже не 7. Пусть будет посветлее, да? Такая длина неприятная, а вообще. Вот что с ней делать? Я тоже без понятия. Самая отвратительная длина, которая может быть... Видите, это портится, блин, все сзади. Что хочу сказать. Косметус от Сергея Нумова в целом мне очень понравился. Блеск вот этот, кстати, отличается немножко от бежевого. Все-таки потемнее сделаю. Он формулой немного отличается. Бежевый как будто чуть плотнее будет, да. Но тоже неплохой. Я уже использовала карандаш Гарда. Тоже от Шик. Тушь. Я вспомнила, что мне очень понравилось, как она работает на нижних реснях. Верхние я тоже как бы обращаю внимание, чтобы они стояли. Потому что если они у меня не стоят, то они топорщатся из-под моих накладных огромных ресниц. Тушь нормальная, да. На нижних реснях сработала вообще очень классно. Она их удлинила. И, ну, хорошая тушь. Однако, повторюсь, я не помню, она у меня осыпалась или что. Может, я ее с чем-то путаю? Вероятнее всего, да. Но тушь нормальная, кстати. Я ее оставляю себе. Но я вообще тут все себе оставляю. Подводки неплохие. Но вам может быть сложно привыкнуть к формуле. Потому что такую формулу я видела только у Герлен, да. Я не путаюсь же. Да, Герлен. Они как будто... Они очень... Как пояснить? Они как гелевые, такие жидкие гелевые подводки. Формула такая желейная немножко. Но не... Это даже вот серая, она не глянцевая. Я думала, она глянцевая, долго сохнет, видимо. К формуле тяжело привыкнуть. Кисть тут такая длинная. Тоже кому-то может быть сложно. Но мне очень понравились. Серая, однако, да, не для таких макияжей, понятное дело. Она больше как повседневные стрелы таки сделает. Но серая очень красивый. Такой графит по этому подводке. Тоже могу советовать. Румяшки, ну, это уже на любителя, да. Но вот эту использовать как жидкий контур можно. Почему бы и да, я пользоваться буду. Что мне меньше понравилось, это... Что я тут уже такое... Ага, консилер. Консилер мне вообще не понравился. Потому что, ну, он или для возрастной кожи, или для сухой. Потому что у меня уже там все скаталось. Он слишком быстро скатывается. Он полупрозрачный. Я такое не люблю. Поэтому консилер вообще советовать не могу. Но если вы любите легкие консилеры, то пожалуйста. Однако, ну, мне не зашло. Был бы плотнее, я бы радовалась, конечно, в разы больше. Тенюха это странное. Она металлическая. Видишь, у нее такой некрасивый. Она достаточно сильно текстуру подчеркнула. Немножко свернулась вот эти... Ну, ничего страшного, что она в морщины там глазные у меня свернулась. Но эффект не мой. Поэтому тенюшка мне тоже не понравилась. Но опять же, ребят, все мы разные. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Праймер вообще не поняла. До сих пор здесь я без праймера, кстати, все делала тут. Ну, он облегчает тушевку. Окей. Он тоже такой полупрозрачный. Это действительно праймер не для стойкости, а для легкой тушевки. Поэтому, если хотели, можете взять. Он называется Serum Setup. Неплохой праймер, но я предпочту, опять-таки, более плотные текстуры. Все же, да. Сергей Наумов, он как... Не знаю, с кем брендом можно сравнить. Блески понравились, но фиолетовый странный. И по цвету не мое. Бежевый понравился в разы больше. Что говорила-то я, с чем могу сравнить, с каким брендом? Не люблю я сравнивать. Но вот эстетика такая... Не то, чтобы легкие макияжи. Нет, потому что румяна пигментированная, тушь неплохая, подводки хорошие. Такие прям качественные и оформления, ребят. Ну, ну вы что? Это вообще просто держать приятно, смотреть приятно. Никаких узоров нет, тупых наклеек, никаких надписей. Все очень красиво и минималистично. С Chanel могу сравнить, если, ну, вам нужно сравнение. Точно не масс-маркет. Качество здесь хорошее. Да, просто некоторые вещи мне не подошли. Ну, типа, консилер, вот, блеск вот этот простой отнимой. Я бы еще хотела что-нибудь потестировать, например, пудры или отражатели. Кстати, доп вообще, топовый отражатель хейтеров. Да, я бы посмотрела еще у этого бренда что-нибудь. Может, тени еще какие есть, помимо этого жидкого металлика? Ну, да. Матовый я брала из моего эклера, тоже палетка хорошая. Блин, я так рада, что мне почти все понравилось. Опять же, напоминание из-за того, что это пиар. Чем я точно пользоваться буду и чего вам советую? Одно что-то. Контур. Но не ждите, что он, это румяна, да? Не ожидайте, что оно будет прям супер серым и холодным. На меня загорелую хорошо подходит. Будь я светлее, думаю, не очень, но эта вещь нейтральная и не рыжая. Это уже меня очень сильно радует. И подводки. Да. Остальное на ваш выбор. Я себе все оставляю, но блеск, наверное, кому-нибудь подарю. Потому что не мое. Вот. А консилер уже до пользы, что там, 3 мл. Ну, куда? Мне не нравится, что он скатывается. Неприятно. Неприятно. Говорит, что он нестойкий. Но он легкий, поэтому и не держится. Он не заявлен как суперстойкий, да, ведь? С естественным полуматовым эффектом. Ну, что? Хороший бренд. Хороший. Я одобряю. А такое редко бывает. Как-то я все странно выгляжу, хотя две ресницы у меня одинаковые. И стрелы одинаково нарисованы. Ну, ладно. Ой. А я ум по лумпу, а я и не знала. Опять я оранжевая, ну, ладно. Ребята, что у вас есть от бренда Сергей Наумов? Я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео. Не надоело мое лицо и понравилось мое речи. Если так, вы всегда можете на меня подписаться, поставить свой лайк. И оставить свой очень-очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой Телеграм, потому что там весело. Я рассказываю всякие новости или мысли какие-нибудь рандомные. Выкладываю. Такая вот вечерушка. Всех люблю. Всем пока. Меня сегодня везде не отвлекают. Я что-то про спонж говорила, ребята. Спонж хороший. Блять, вырезать нахуй все. Эээ, что-то я хотел сделать. Ага. Пролеты снять или не снять? Ай, не знаю. Я в последнее время пролеты вообще не сниму. У меня сил нет. Сил нет, ребята. Мои хорошие. Что с волосами делать? Режем? Опять с корешкой ходить, блин. И укладывать тяжело. Фост волосы не забрать. Реально отросло, как он, блин. С апреля. Я до этого вообще не могла фост забрать. Я сейчас даже закрутить могу рогалик. Я сейчас закручу и зря выпрямляла, получается, да? О! Надо снять видео. Надо снять видео про оливок. О, мне еще, кстати, она грязненькая немножко. Уж извините, Карл Слан отправили с косметосом такой вот, такие ушки, мода мягкий кот. Нет, наверное, мыс. Мыс! Кот не пришел на поцелуйчик. Он обиделся. Ну ладно, пошла я снимать, надеюсь, видео про оливок. Надеюсь, мне хватит нато сил. О!